приветствую вас на канале меня зовут евгений и в этом видео мы обсудим статью которая посвящена или является переводом соответственно интервью или мнение известного японского физика митио как у учеба уже не будет базироваться на запоминание тему данной статьи собственно аналогичный вопрос задала анна соответственно я передаю привет вы также можете предложить какие-то интересные темы для обсуждения и собственно говоря переходя уже к статье и видео выяснится интересный момент во первых статья видео не будут полностью совпадать и во-вторых во время проработки данного материала удалось выйти опять же затем этой статьи затронуть смежные варианты соответственно постараюсь как параллельно во всяком случае видео оценить по блочно данное мнение и соответственно привести какие-то общие выводы ну и соответственно для полного восприятия рекомендую прочитать и статью и посмотреть видео ну что же переходим начнем с того что систему образования вообще не ругает тебе только ленивые особенно у нас отмечая как ее архаичность отсталось а зачастую и банальное ухудшение качества то есть в этом как раз сходятся как адепты мнения что раньше было лучше и трава зеленее и птицы летали выше так и те кто больше направлен с футуристическим и объективно точнее субъективно оптимистичным взглядом на будущее тут соглашаются образование стало плохо надо что-то менять только что и куда конечно обычно не предлагают но разве что за следующим этапом все поломать ну что же давайте посмотрим что за мнение и почему я с ним отчасти не согласен то есть почему собственно знак вопроса в конце названия как видео и статьи я поместил соответственно начинаем с того что в качестве какого-то эпиграф или основной части указывается что творческие работы или творческая составляющая как выяснится потом причем в рамках любого вида деятельности весьма актуальны и эффективны с этим никто не спорит и в любом абсолютно любом деле есть уровень мастерства то есть как среди сантехников так и среди плотников есть истинные мастера соответственно трудами которых мы можем наслаждаться долгие годы а есть посредственности среди ученых и среди артистов и среди художников то есть среди профессий которые в общем-то принято считать творческими соответственно тут естественно все логично но опять же ничего нового давайте посмотрим дальше говорится новых технологиях кстати упомянуты google глаз очки google который кстати насколько мне известно сейчас не производится что-то пошло не то и не буду вдаваться или переходить точнее на другую тему того что чрезмерная зависимость от технологий сама по себе таит в себе огромную ошибку и это не опасение фантастов и восстание пресловутая машин сколько потеря контроля во первых над собой во вторых заметное упрощение контроля над обществом с помощью как раз этих самых высоких технологий возможности обработки огромного количества данных если считаете что это будут направлены исключительно на ваше благо то мне кажется это чрезмерно оптимистичная мысль но не будем опять же переходить в эти параноидальные темы и пойдем дальше отпадает необходимость в экзаменах и преподавателях но на практике разве вы готовы пойти к врачу который не прошел достаточно череду экзаменов и не прошел опять же квалификационный отбор я думаю конечно нет и все остальное то же самое варианты здесь такие что у вас появится возможность пообщаться с ученым то есть допустим пришли к стене я хочу поговорить с профессором биологии и у вас ученые или о к это модель на основе искусственного интеллекта но дело в том что нужно оценивать что далеко не всегда вам нужен труд или знания ученого профессора уровня профессорского вполне возможно что вы не знаете банальной школьной программы и зачем вам профессор то есть о чем вы будете говорить почему-то не учитывается момент что большинству хватит банальных базовых знаний которых сожалению нет даже школьного уровня и даже тех которые вам преподавались но опять же почему дальше переходим до реальные специалисты будут нужны можно решать виртуально по виртуальности отдельные уже мнения которые я представил статье что новой технологии вообще идти в частности слишком воздушно они быстро входят в общество но излишне воздушно по поводу современных социальных сетей которые вы во многом хорошо и активно используете до сих пор многие из них даже по официальным финансовым документам фактически убыточны но и нужно понимать что кто-то это дело спонсирует но недавно не соответственно скандала ну или точнее эта информация что утекла о том что эти самые соцсети по сути агрегируют то есть собирают данные о пользователях и собственно этим и живут во многом для этого и создавались приводит банальной мысли что никакого самообеспечения здесь нет и как раз функция контролев используется в первую очередь но и о том что не понадобятся живые учителя а будет самообразование особенно видео онлайн курсов опять же разбивается как раз на то что многие системы онлайн образования банально терпят крах даже в качестве экономической модели и опять же учитываем тот момент что даже при бесплатности мы по-прежнему им не пользуемся или пользуемся неэффективно ввиду банального отсутствия самодисциплины давайте приведем простейший пример английский язык это как самый популярный вариант обучения для взрослых то есть уже пост образование назовем так так и наиболее актуальный на общем-то мировой язык или общины этакий вполне лишним не будет но что мы имеем имеем то что новые технологии дали нам огромные возможности это и разные системы обучения и можно прослушать интонацию и соответственно произношение носителей языка можно проходить бесплатные курс вполне неплохие но что же говорить что произошло на теме словарей банального перевода когда это можно проводить в автоматическом режиме что не нужны огромные эти толстые словарики ну и как лучше стали в целом знать английский или нет увы но для многих дальше я хочу или планирую изучать английский дело не пошло то есть остаемся на той же на том же уровне когда три лягушки или одна лягушка решили прыгнуть ну собственно они как сидели на бревне так и остались они все еще решили но до сих пор не прыгнули соответственно идея о том что традиционной системы образования вдруг потерпят краха будут не нужны как минимум вызывает опасения то есть если они станут не нужны то вероятнее все это будет будет говорить как раз о печальных тенденциях развития общества и возвращения если не в каменный век то в темное средневековье чего бы честно говоря не хотелось опять же даже автор указывает что процент бросивших программу онлайн обучение очень высок даже на первоначальном канале можете посмотреть висит опять же несколько видео которое отводит нас ну или приводит на курсы как ельского университета так можно посмотреть на русском тоже есть кое-какие материалы но чего-то особой популярности это не пользуется и очень мало кто действительно это читает и проходит ну и соответственно оценить квалификацию прошедших разрозненные курсы конечно также сложно и дальше идет вариант такой что не нужны дипломы хотя дальше автор прямым текстом указывает что естественно центр сертификации нужны как и портфолио любого специалиста то есть нужны подтвержденные другими же специалистами знания опыт работы то есть все по-прежнему как и было опять же ничего тут нового абсолютно нету но я также первая идея вопросе соответственно что от взрослых можно ожидать осознанного подхода к образованию честно говоря это не более чем фикция то есть как раз у взрослых за счет большей нагрузки в плане того что общество предоставляет к ним куда больше требований даже в банальном это необходимости обеспечивать себя финансово и материально соответственно часть времени сил будет уходить именно на это и самодисциплина характерна для очень немногих ну и собственно в этом то и проблема также вариант какой что образование должно быть непрерывным она и так было всегда непрерывным вспомните народную мудрость выраженную в простой пословица век живи век учись ее никто не отменял и собственно не надо быть 75 и в лбу чтобы понимать что для адаптации к новым технологиям нужно постоянно улучшать свои навыки и проходить курс повышения квалификации это также никто не отменял но это не значит что он вам нужно обучаться с нуля вы уже обладаете нужным набором навыков и даже если вам нужно не смежную область изучите что-то новое часть данных так называемых общей культурной вам в любом случае пригодятся не нужно путать образование и получения знаний образование эта система которая формирует не только знание определенные навыки но и способности и опять же систему образования в том числе самостоятельно которая кстати всегда фигурировал в любых курсах от школьных для вузовских и зачастую эквивалентно тому времени которое вы проводите в аудиториях другое дело что далеко не все это требование выполняли мы переходим опять краеугольному камню это дисциплина точнее сама дисциплина соответственно дальше обсуждение идет того что нужны все-таки база и портфолио дипломы то есть вот такая вот идея потому что роботы займут вообще все и вся идея какая это мы оставим на тот момент как и другие все изменения в общей то есть того что система образования архаичные не поспевает за изменит то есть готовят специалистов прошло с другой стороны общество стремительно меняется но на практике не оценивается объективно на мой взгляд соответственно инерционность самого общества и экономики то есть все не настолько быстро как нам поставится представить до пузыри надуваются вспоминаем тут же дотком и это когда планировалось что онлайн сервисы банально сайты смогут стать полноценной основой базой ведения бизнеса и торговли на практике этого не случилось пузырь надулся кто-то разорился кто-то обогатился но а сам интернет и технологии новые стали мощным инструментом для существующего бизнеса и существующих систем торговли как инструмент работает эффективно и мощно но только в качестве инструмента это можно опять же сравнить с банальным вариантом ручная пила и циркулярная электро соответственно требует больших навыков а то можно чем-то не только необходимые доски или металлы распилить и опять же требование идет как квалификации но при этом базы функции по-прежнему понятны и направление распила вдоль и поперек волокон древесины никто по-прежнему не отменяет соответственно варианты того что образование нужно постоянно и поддерживать естественно согласен но никакой новинки здесь конечно нет по поводу того что интеллект и творчество идет некоторое смешение в том числе задающие вопросы интеллектуальные подходы творческие творческие во многом основан на чувственном подходе кстати варианты и примеры из фон мира фондового и финансового на мой взгляд как минимум здесь лишнее дело в том что структура опять же владения даже новых компаний сама по себе вызывает кучу вопросов честно говоря ничего толком не понятно и соответственно какую реальную ценность имеет фондовый рынок и акции тоже отдельный вопрос примеры очень простые это крахи компании даже крупных резких колебания курса акции соответственно нужно понимать что связи с реальной экономикой здесь не так много и соответственно надуваемые пузыри как обычно естественно кому-то нужны но нужно понимать что это несколько отдельно стоящая часть от реального производства реальной экономики которые как собственно структура общества и образования обладают достаточной долей инертности и в итоге измене не будут столь быстрыми и переживать что грубо говоря через год роботы вдруг все займут все места рабочие вы останетесь без своей рабочей профессии несколько избыточны опять же не нужно переоценивать и недооценивать людей для переобучения под какую-то новую задачу особенно смежно не требуется не прорва времени не прорва талантов не прорва усилий то есть все это вполне реально и уже использовалась дальше посмотрим что дальше соответственно интеллект кибернетика это уже варианты изменения как тела так и образного мышления вполне возможно биотехнологии но опять же во многом это инвестиции которые пока ни о чем не говорят и опять же никто не говорит вам о том что эти технологии вдруг станут доступны большинству вопрос собственно зачем и этот момент также нужно учитывать теперь давайте немного про самого автора несмотря на то что он указывает что у нас происходит вариант такой что система традиционного образования где подходит кризису сам читает лекции в принстонском университете в колледже опять же старейшим колледже городского университета нью-йорка то есть вообще образование система образования всегда подразумевал и подразумевает традиции и соответственно этот же автор японец входит в эту традиционную структуру то есть не нужно подменять понятие что можно резко чего-нибудь наломать и заменить наломать то конечно резко можно а вот заменить не часто ну а теперь какие-то общие моменты которые были вызваны как раз по изучению и рассмотрению данной статьи часть я уже естественно обозначил как и воздушность эти технологии так это что новые технологии хороши в качестве инструмента но ни в коем разе не в качестве база соответственно изменение концепции в том числе образование нужно признать но с другой стороны общество как система всегда находится в непрерывном изменении чем-то напоминает систему гомеостаза когда у нас постоянно все меняется но в целом состав крови достаточно стабилен здесь примерно то же самое ну и соответственно тут нужно всегда идею какую поддерживать концепция то конечно меняется но не стоит во всех грехах обвинять как система образования страну вуз или даже родителей тут зачастую забываются в том числе студентами собственные грехи в виде банальной лени отсутствие трудолюбия и как итог специалист получать мягко говоря не идеально то есть они даже не освоили это можно принять как школьникам студентам да и всем обучающимся они не восприняли даже тот набор подаваемых знаний в полной мере который был хоть и его допустим не хватает не идеально но это зачастую лучше чем никакого нужно также учитывать дальше второй вариант который стоит рассмотреть который опять же принципиально кажется неверным в принципе опять же и указан в статье про учебу которая не будет базироваться на запоминание которая кстати сейчас и вообще изначально не базируется только на запоминание но она по-прежнему необходимо потому что имея даже определенные навыки вам нужно чем-то работать постоянную какую-то связь в том числе на с помощью каких-то имплантов поддержать сетью и так далее порождает кучу вопросов как банальной безопасности в вашей черепной коробке образно греет жизни потому что какое влияние будет на ваш мозг соответственно оказывается большой большой вопрос но и соответственно переходим к тому что зачастую опять же люди не учитывают что каких-то талантов у многих банально нет то есть это какая-то ничего в этом плохого конечно нет этом отчасти норма но зачастую нет ни талантов не трудолюбия но потом при этом хочется занимать какую-то творческую работу чего-то делать опять же это приводит к тому что я упомянул в начале когда даже среди представителей так называемых творческих или интеллектуальных профессий находится банальные посредственности которые вдобавок толком не развиваются зачастую клевят судьбу мир и собственно занимаемую должность это также надо учитывать ну и соответственно тот ключевой момент который указывается в статье как образующий новую систему с которым опять же вынужден не согласиться это идея о том что человек конкретно может определить свое место в жизни в обществе и может построить систему необходимого для себя образования это вариант напоминает того что хвост змеи будет знать куда ползет голова на самом деле естественно знает куда ползет голова а вовсе не хвост соответственно банальных возможностей предугадать движения общества систем особенно не входя или близко даже не приближаясь к структурам которые на это дело влияют очень очень наивно полагать что вы сможете подготовиться к чему-то и то есть соответственно большой риск давать триньте банальную базу которая на то и база которая увеличивает вашу итоговую подвижность то есть вы можете в случае чего адаптироваться к изменившимся условий потому что будет база а лишившись ее соответственно получу что-то реально узко специализировано вы будете потом возможно в большой большой печали то есть в итоге мы не можем зачастую определить что будет необходимо опять же можете посмотреть из банально то что доступно в том числе нам всем это посмотреть на обилие юристов экономистов которые так и не нашли работы по специальности а с другой стороны опять же параллельно мы имеем острую нехватку технических специалистов от инженеров до банальных механиков и представителей пресловутых рабочих профессий где поверьте для достижения мастерства нужны также таланты и творческий подход и опять же острая нехватка и так называемых работников социальной сферы начиная от учителей медсестер и врачей с учителями хотя врачей и повторил но система в целом понятно то есть предугадать во-первых не сильно можно во вторых даже указывая по некоторым каналам то есть было понятно что допустим тех же пресловутых юристов и экономистов уже чрезмерно но по-прежнему идут как были популярны и до сих пор наверное к сожалению остаются популярны направления о связаны с маркетингом или маркетингом когда остаются банально без работы или что-то вообще непонятное занимают люди в виде должностей это тоже самое то есть какая-то логика и база в системе распределением специалистов естественно есть для этого нужно планирование и не краткосрочная хотя бы среднесрочная то есть поступая в тот живу сейчас нужно понимать что нужно оценить востребованность профессии специалиста не сейчас а хотя бы через четыре года ну и соответственно для этого нужно планирование в том числе на государственном уровне или опять же принять возможность или необходимость мобильности когда получив образование востребовано в текущем обществе вы будете искать то место где будете востребована это опять же другая история и целый ворох проблем спасибо за внимание до новых встреч на канале счастливо